Субтитры сделал DimaTorzok Какие-то специфические тут делать не потребуется Ну разве что морфлинг, который не так уж и часто отлетает на первый бан Потому что некоторые команды все-таки научились что-ли против него играть Или не считают его настолько же имбалансным Но в то же время в пабликах сейчас в ранкеде этот морфлинг очень много проблем доставляет всем И берут его практически на первые пики И действительно неплохой герой для того, чтобы поднимать рейтинг Да, ну вот, и СССР поэтому решили убрать его Ну а Бримастером не Найт Бэйн, а Ир Спирит и Найт Сталкер Как бы всегда противные герои Уже достаточно много вроде как микрофиксов всяких выходило Связанных с этими героями Но все-таки 7.07, когда завезли, именно они и стали Самыми топовыми, что ли, кандидатами для первой стадии банов Ну Ир Спирит, разве что, периодически проходит стадию банов Первое, это связано в первую очередь с тем, что не в каждой команде найдется игрок Который сможет на этом земляном духе, собственно, отыграть Ну и должны делать у нас пик сейчас, свой первый СССР По пикам стороны и... Да, в общем, сторону или первый пик у нас разобрали таким случаем Ливитейтер захотели Дайр играть, а СССР, по всей видимости, выбрали первый пик, соответственно Что достаточно интересно, учитывая, что, ну как... По крайней мере, по моему мнению, Радиант, наверное, даже сильнее в данной мете Потому что мидлейнеру легче добраться до леса, это раз И потому что хардлейнер себя чувствует, в принципе, комфортнее У него больше безопасные зоны, как правило, это два Ну и да, сложнее его гангать Хотя, с той же стороны... С другой стороны, обходить его на баунтируне легче, чем дайр офлейнера Но и самому ему до леса, шрайна и баунтируна идти, как бы, меньше, что ли Ну, до баунтируна там приблизительно одинаково, но линия, как правило, чуть дальше стоит у Дайр Вот Так что, мне казалось, что Радиант сейчас Сторона, которую считают люди сильнее, но Мы видим, Ливитейтер считает сильнее именно Дайр В принципе, я не эксперт в этом вопросе, поэтому я могу ошибаться, конечно же Ну и берут на первый пик у нас себе Шадоу Демона СССР И опять-таки, один из топовых суппортов, который и отлетает в первой стадии, и берется в первой стадии командами И на фасткапах, и в принципе, наверное, можно сказать И в про-доте В любой доте, в общем Да Ну и, конечно же, самые сильные стороны этого героя Это когда он берется под комбинацию Это раз Под героя с очень серьезными стадами Типа, как раз-таки, морфлинга, террорблейда, луны и так далее Это два Или когда он берется против такого героя Самая классическая Контра Тому же антимагу Это Шадоу Демона Но еще из-за того, что пассивка антимага работает У иллюзии, конечно же Да, еще как в 2012 году Этого антимага контрили Шадоу Демоном Так и сейчас продолжает, в принципе, это делать И берут себе Шадоу Шаману Ливитейтер Первым пиком здесь Прошу прощения Так, ну и что ж Буду делать второй пик сейчас ЛВТТР Ну, должно быть, это, скорее всего, суппорт На четвертую позицию Поскольку Шадоу Шаман, как правило, такие исполняют роль Пятерочки И это Мэнш Пол Спирит И действительно похоже на то, что это четверка Винга, но может быть, на самом деле, и Кириана Даже в миде, в принципе, тоже стоит этот герой Берут себе на четверочку кунку СССР здесь Достаточно приятный герой для роминга, должен сказать Особенно, когда у него появляется третий уровень Достаточно далеко он может кастовать свой крест И, соответственно, гарантированно попадать торрентом Что весьма приятно, на самом деле Учитывая, что уже на первом уровне Это стан на полторы секунды практически Убирается Бруда у нас От команды СССР Такое впечатление, что эти команды играли друг против друга Поскольку СССР банят Бруду и Эр Спирита И это как бы два героя, которые На самом-то деле Не так часто появляются В руках команд С фасткапов Поскольку, ну, не каждый, не каждый умеет на этих героях играть Бруда так и вовсе специфический герой Которому нужно прям отдельно тренировать по-любому Да и Эр Спирит, в принципе, тоже Луну забранили у нас ЛВТР Ну, Луна, в принципе, хорошо подходит И для лейнинга, и для Вообще любых стратегий по игре с Шадоу Демоном Поскольку пуш с иллюзиями, да и драка с иллюзиями Это весьма неплохой Инструмент для победы Бестмастер взяли себе Лавитейтор Скорее всего будет стоять он у нас в Харлайне То есть, если, учитывая, что они играют за Дайер Это будет ботом линия Ну и ему придется стоять против Даблы, Шадоу Демона И кого они тут возьмут Вторым, точнее третьим себе пиком СССР Хотя, ну, как бы, не факт, что это будет именно керри Посмотрим сейчас Это Клакверк у нас Клакверк в Харлайн, по всей видимости Если это не Кор Кунка, то это Клакверк в Харлайн Не поговорил я о том, что, кстати, Шадоу Демона Кунка замечательное На самом деле, сочетание героев Поскольку под дизрапшин достаточно легко попадать торрентом И можно даже максить торрент в таком случае Да, можно действительно максить торрент и дальше качать Второй скилл Если это будет Кор Кунка, то Выглядит это весьма неплохо Поскольку Шадоу Демон тогда Будет приходить в Харлайн, просто закрывать кого-то Кунка будет давать по нему торрент Дальше Тайт Брингер Если попадает этот герой под Сол Кетчер То вполне возможно он погибает От данного ганга Или, ну тогда, да И это может быть Клакверк четверочка Если Кунка будет стоять в Харлайн, допустим Но я сомневаюсь Мне кажется, все-таки это пятерка-четверка Шадоу Демон Кунка И Клакверк в Харлайне Берут себе Винтер Виверну, ребята Из Лавитейтер Клаб И это будет Винга Кири, по всей видимости Так что Винтер Виверна будет исполнять позицию пятерки-четверки Шадоу Шаманом Там как они разделят уже этот фарм В принципе, оба героя могут меняться Ролями пятерки-четверки Шадоу Фендай берут себе СССР в мид Уже видел я, по-моему, в исполнении 2 Укар Три Рус этого Шадоу Фенда И играют они с ним действительно неплохо Там он выглядел весьма уверенно И доминировал на своей линии против Винвокера Это было, если я не ошибаюсь Против команды Изя Селекшн Там, на самом деле, СФ обеспечил легкую победу для своей команды Заманили Террор Блейда у нас Лавитейтер Клаб Кстати, именно с Террор Блейдом был там взят Шадоу Фенд И учитывая, что здесь есть уже Шадоу Демон Скорее всего, это Террор Блейда бы и брали СССР Если бы им дали возможность И последний бан у нас для команды СССР И последние пики для обеих команд Ну, убирать тут нужно Ну, даст какую-то сильную медовую линию С которой можно дальше гангать Убирается именно Темпларка в данном случае Темпларка в принципе хорошо стоит против Шадоу Фенда Да и действительно нечем особо сбивать ей тут Рефракшн, конечно же, есть какой-то урон от батареек Клакверка Есть Торрент Кунки Который наносит периодический урон Ну, да, Торрент на самом деле Достаточно неплохо расправляет с Рефракшн Есть вот такой вот момент Но в то же время Все равно неприятно играть против этого героя Даже если у тебя есть один или два героя Которые сбивают ему Рефракшн достаточно быстро Сам герой по себе достаточно усилен Ну и будут добирать себе По всей видимости здесь Мидлейнер, да, Лавитейтер Ну, да, собственно Мидлейнер, Лавитейтер И Керри Будут добирать себе СССР Это Медуза Медуза в принципе более-менее сочетается с Шадоу Демоном Хотя Ну, не самая сильная связка Так скажем, Шадоу Демона И Корп-персонажи Поскольку иллюзии Медузы далеко не такие сильные Как хотелось бы, возможно Но работает на них спритшот, если я не ошибаюсь И... Да, в этом есть какая-то фишка В том, что работает спритшот Ну и берут себе Драгон Найта здесь Лавитейтер Клаб Драгон Найт в принципе Более-менее, наверное, стоит против ССФ Учитывая, что он срезает ему базовый урон Но потом, когда появляется душа у ССФ Драгон Найт немного отваривается Вообще, на этом Медлэйне Ну, скорее всего, Лавитейтер будет делать все Для того, чтобы этого не произошло Ну что ж, разобрали игроки у нас Свои герои Включаем оверлайк И начинаем смотреть Доту Секунду на секунду Интересно, что в некии УСФа находится Аббревиатура ЛФТ Что означает, собственно, Looking for Team Четверочка-пятерочка Учитывая, что он играет в Медлэйне И уже играет за какую-то команду Достаточно забавно, что он ищет параллельно Другую команду, чтобы играть на немного другой позиции Скорее всего, это какой-то внутренний прикол Так, ну и что ж, идет цинодатная пауза у нас Для посткапов Пауза должна быть всегда По серверу спрашивают у нас Ребята Ну, ребята из Лавитейтера, ну Люкс Виксенбург сервер Стандартный сервер для Фасткапов у нас Это Люксенбург Так Ну и что ж, видим Вентер Виверна имеет у нас здесь смок Скорее всего, он будет использован Для того, чтобы поставить какие-то варды Возможно, агрессивные Но пока, пока что не ставят Возможно, сейчас подойдет ближе уже к Т Нет, нет Не ставит она варды в Меде под смоком Оказалось, что именно это будет происходить здесь Но Виверна решается подстопить крипов здесь для Медлэйна На своего Драгоннайта Ну, а Винга вместе с Растой будут стоять на топе Во всей видимости, именно такая у нас будет дабла Бестмастер будет стоять на ботами Но и Виверна будет как-то помогать в Медлэйне Правда, имеется у нее 38 атаки И именно по этой причине Виверна не самый популярный Суппорт четвертой позиции Который помогает по лайнам Поскольку Динаид она не может помогать вовсе Да Ну и как бы Арктик Берн Поскольку жжет процентов здоровья Тоже не может служить таким инструментом Который поможет ему в этом Рисует у нас очень много кругов здесь Дангоннайт Да без разницы Смотрим, как Виверна у нас топит крипов Нужно ли увольнять игрока сразу же Да, нужно увольнять Виверну А тут СФ нужно ли увольнять СФ увольнять, наверное, не стоит Видим, замечательно выигрывает здесь по блоку Сразу же Таунт Да Ну и будет харасить как-то через Арктик Берн Здесь Виверна СФ Выходит сюда Кунка Вместе с Шадоу Демоном Будут даваться торрент Винтер Виверне Винтер Виверна отсюда Никуда не уходят Закрыли ее просто И форсбат забирает у нас здесь Шадоу Демон Решили не рисковать В попытках оставить этот Ферст Блад Шадоу Винду А ну-то и правильно Ну и теперь 15 душ имеется уже Дуфинда И как дальше играть против него Непонятно На этом Драгоннайте У него, конечно же, имеется По крипам сколько получается 77 даже атаки Достаточно много Но Но это не сравнится с Красивой, быстрой анимацией Шадоу Финда С достаточно неплохим рейнджом И мы видим атаку у него Составляет 85 То есть даже больше Чему у Драгоннайта С базовым 503 И топором Что-то уже Демон Здесь разминает Клоккверк Но по-моему Сейчас может практически Умереть здесь Юзуется на него Хекс И да У нас умирает Шадоу Демон Сделал неудачный Поворот здесь Возле дерева И попал под батарейки И Коги И послужило Как бы причиной смерти Данного суппорта Здесь и что Клоккверк у нас идет Полить крипов По всей видимости Да Нет-нет-нет Просто ставить вард Вард здесь Агрессивненький И отходит обратно Находит расту И говорит Что повторим Или как Агрид здесь Лесных крипов Раста Вот так вот Разбирается С вардом Сразу же Заметил Что поставит Клоккверк Здесь вард Интересный момент Медуза Второй ловел Имеет Пока что Скиллы не качает Ну В принципе Здравый подход Поскольку Хочется Если ты стоишь На полном фрифарме Потом хочется Ходить и фармить лес Боже мой Боже мой Федуфинт убивает Соло Здесь Драгонайта Через трикола Мы видим Обидный момент Действительно Второго уровня Драгонайта Четвертого уровня Сэф Получается У нас Попадает Биверна На этого Самого Сэфа Но Неправильно Сделан был Этот выход По моему мнению Да и неправильно То что Колбы Прокачала Наверное На втором уровне Верно Все таки Следовало бы Вкачать Сминтербласт Тогда бы Можно было бы И забрать Сэфа Скорее всего Не ожидал Наверное Здесь По крипстатам Мы видим Драгонайд Два крипа Всего имеет В то время Как Шадоуфинт Имеет 13 крипов 14 уже И 8 18 Загинает Что Достаточно Колоссальный Разрыв По крипстатам Уже 1000 Преимущества По голду Есть Как раз таки Из-за этого Момента 15 на 9 Дальше стоит 3 минуты Паузу Просят Шадоуфинт Какие то проблемы Точнее Шадоуфинт Возможно Какие то проблемы Связаны Как раз таки С серверами Или что то В этом роде Ну и видим Медуза дальше Не качает Все таки У нас Ни сплитшот Ни щелт Не договорил я Об этом Но Хочется иметь Высокого уровня Прокачки Сплитшот Для того чтобы Фармить лес Но в то же время Если у тебя Будет он гангать И внезапно Начнут прессировать Не хочется Оказаться без щита Поэтому и оставляется Ну и да И не хочется Пушить лайм Поэтому не качается Сравен сплитшот Оставляется просто Очки Свободные Ну и ну Будет качать себе Сплитшот Брать Мом Скорее всего Такой план Но здесь у Медузы Возможно Это будет Медуза Без Мома Все таки Когда у тебя Есть достаточно Хорошее преимущество На линии Этот Масков Мэн В принципе Уже погоды Не делает Так Ну и у нас тут Шадо Шаман С фингой Продолжает стоять Относительно успешно Имеется 13 крипов И 7 динаев Для Мэнджерфул Спирит Здесь 3 динаи 1 крип Для Шадо Шамана Также Скорее всего Этот 1 крип Это лесной Ну а в то время В принципе Клокверк Имеет свой 3 уровень На 3 минуте Что достаточно Неплохо В то время Как Бестмастер Еще 3 уровень Не получил Коу пишет Катя Катя И мы начинаем играть Дальше Точнее начинаем Продолжаем смотреть Да Продолжаем смотреть Как ребята Продолжают играть Выходит у нас С Маке Здесь Шадоу Финт Вместе Шадоу Демон Вместе С Кунгой Должны Закрывать Драгонайт И убивать Есть 2 кайлы Сейчас будет Даже 3 кайлы Ну уже Со вторыми Будут выходить Там увидим Ближний кайл Будет 1 И дальше Руками запинают Возможно Команда СССР 4-0 По счету Колоссальный Разгром Парения Мы смотрим 18 на 21 Все таки имеется У СФ 22 на 10 На полном Фрифарме У Медузы И Ну действительно Как бы Ладно Не в полный Фрифарм Будем Абсолютно Честны Все таки Брестмастер Немного Мешает Наверняка Топорами И Линия Как бы Подпушилась В сторону Как раз таки Дайер И не может Всех прям Крипов Убивать Медуза Но в то же Время И Винга Как бы Не всех Крипов Добивает Прекрасно Понимаем Что было бы У нас 32 крипа На 4 Минуте Если бы Это были все Добитые Крипов 53 Около того Возможно С баллистой Не совсем Я помню Тайминг выхода Первой баллисты Наверное Все таки 33 И убивает Масса Вот так вот Через 3 кала Сф Написал ГГ Драгонайт Возможно Это Нет Это мисс Все таки Это Не настоящая ГГ Такое Прекрасно Даблкил Делает Здесь Шедов И действительно Похоже на то Что игра Закончилась Сейчас будет Конка Выходить Делать Комбо И очередная Смерть Драгонайт Видим Драгонайт В форме Терти Уже Триплкил Для Ася У нас И Драгонайт Возможно Даже Не станет Пытаться Дальше Играть Эту Игру Обидно 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 Ребятам Из Лавитейтер В данном Случа Наверняка Ну АСФ Имеет 501 У нас И 31 Один Крип В его Кармане Тоже Имеется По Натварсам Мы Смотрим Топ Один Сейчас 3400 У Ного У него Имеется Да И уже ПТ Аквила ПИК Натварсам 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 В В Сторон Натварсам Винги Всего Натварсам 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 Виверна Купил Натварсам Натварсам Гангаш Друзья Вместе С Кунгой По всей Видимости Вся Здоровье Имеется И Правится Наверное Гудгейм Виллплей Пишет Драгонайт В этот раз Интересно Такие Правдивые Этот Гудгейм Виллплей Нет Сейчас Мы узнаем Умер Лавинга Здесь у нас В очередной Раз Да Это был Правдивый Гудгейм Виллплей Вот так Вот тотальный Разнос У нас Получился Для Команды СССР Над командой ЛВТТР И у нас 9-0 У СФ Просто с Годлайком Он закончил Эту игру На 10-й минуте 12 секунд Очень быстрая игра Получилась Всем спасибо За то Что вы это смотрели Это был Ауткаст И это был Старладер Пасткап Матч между СССР И Лавитейтер И понеделья СССР